Всем привет! С вами снова Катерина и канал Хобби Фан Ин Джапан. И сегодня я хотела бы поговорить о классической серии игр Metal Slug. Эту тему я подняла не просто так. Буквально на днях в мои цепкие лапки попала очередная необычная фигурка. В общем встречаем тот самый пузатый танчик Metal Slug. Интересный момент. Это китайская фигурка, но при этом она официально лицензирована. Правда только для китайского и среднеазиатского рынка, о чем свидетельствуют иероглифы расположенные на лицензионном стикере рядом с надписью SNK. Но давайте немного прервемся и поговорим об игре, а точнее об играх. Metal Slug это серия юмористических платформеров типа Contra, но выполненных в своего рода деформированном стиле. Вы только посмотрите на лица главных героев и сразу понятно, что ничего серьезного тут можно не ждать. Но в принципе отсутствие серьезности это и есть главная фишка. На экране постоянно творится каша из выстрелов, взрывов противников и вообще всего, что только может на этом экране быть. И во всей этой каше выправленный персонаж бежит слева направо, попутно снося все, что можно и спасает странных бородатых чуваков, которые предположительно должны быть заложниками, но почему-то свободно разгуливают на свободе, пусть и связанные. Ну и периодически попадаются нереальные боссы, и тогда приходится немного попотеть. И на этом описание игры можно было бы и закончить, если бы не одно «но». А именно не стоит забывать о юмористической составляющей. Все персонажи, техника и даже оружие нарисованы словно карикатуры, а противники так вообще нечто сюрреалистичное и неказистое. И в сочетании с простой, но интересной системой оружия и пауэрапов, это дает невообразимое ощущение от игрового процесса. И конечно же тут есть танк, тот самый метал слаг, чьим именем и назвали серию игр. Ну и раз уж заговорили про него, то это хороший повод вернуться к фигурке. Она, кстати, упакована очень компактно, но при этом очень надежно, как начинка сэндвича между двумя блистерами. И что же мы там имеем? А имеем мы только танк. Удивительно, не правда ли? Ни аксессуаров, ни эффектов, ничего, просто танк размером с ладонь. Но зато какой это танк? О, эти круглые гусеницы! О, эта башня! Просто достав его из коробки, понимая, что ничего лучше по этой серии игр я просто не видела. Не хватает только персонажей. Но вот, кстати, их не помешало бы добавить в коробочку. Но что есть, то есть. Точнее, чего нет, того нет. Кстати, в башне есть светодиод, так что дуло подсвечивается синеватым цветом. Мелочь, а приятно. И что вдвойне приятнее, это наличие батареек в комплекте. А еще его можно включить и выключить с помощью прилагаемого в комплекте магнита в стиле Heavy Machine Gun Power Up. Короче, ощущения от получения танка полностью совпадают с таковыми в игре. Ведь мы помним, что это игра типа контры, а значит одна пулька равно минус одна жизнь персонажа. Так что первый раз, залезая в Metal Slug, появляется просто нереальное ощущение превосходства. В общем, как-то так. Правда, управление слегка неудобное и патронов маловато. Но ощущения вот прямо-таки вообще. И это вообще как раз и есть самое важное. Ибо что в игре, что в реальности Metal Slug тяжелый, мощный и очень оригинально смотрится. И управлять им даже со странным управлением одно удовольствие. Иными словами, все это очень весело и забавно. А учитывая, что это даже не танчик, а многотонный прыгучий кузнечик, то становится еще веселее. Итак, мы плавненько подбираемся к подвижности. И самое интересное, что фигурка почти настолько же подвижна, как и ее игровой аналог. Самое главное, это конечно же башня. Она как и в игре не поворачивается. Зато красиво поднимается вверх и опускается вниз. Причем вместе с ней в такт двигаются и гидравлические цилиндры. Однако они иногда вываливаются. Что не очень хорошо. Но не критично. Во всем остальном проблем нет. Мини пулеметики поворачиваются. Большие пулеметища тоже. Ну и конечно же башня. Куда же без нее? Дальше я в теории должна рассказать про детализацию. И сравнить фигурку с игрой. Но... Но вы только посмотрите на этот прекрасный набор пикселей. С чем тут сравнивать? Хотя... Цвет совпадает. Но шутки шутками. А итоговый танк оказался просто выше всяческих похвал. За свою цену мы получаем нереально тяжелую фигурку. С большим количеством металлических частей и кучей красивостей. К тому же весь пластик на ней не простой, а промышленный, с повышенной прочностью. И будь это фигурка от японской компании, то ценник был бы раза в три, а то и в четыре выше. И в общем, будь это просто танк, этого уже было бы достаточно, чтобы я захотела его к себе в коллекцию. Но дело в том, что это не просто танк. Так, чуть больше, чем просто танк. Что бы это могло значить? А для того, чтобы ответить на данный вопрос, нужно вернуться к коробке. И посмотреть на нее немного под другим углом. И как вы, наверное, уже поняли, данная версия металл с лагом может трансформироваться в робота. Ничего такого в игре, конечно, не было. Но я не против. Танк в точности такой же, как должен быть. А форма робота просто приятное дополнение. В конце концов, делают же Евангелионов, трансформировавшихся в поезда. Или Делориан из «Назад в будущее», который тоже может стать роботом. Хотя, очень хочется отметить, что в данном случае создатели просто превзошли себя. Детализация и качество исполнения робота ничуть не уступает танку. Казалось бы, при однотонной покраске все должно смотреться очень серенько. Но благодаря вкраплениям в серебряный и золотой красок, серый цвет становится как бы оттеняющим и создается эффект реальной машины. А лакированный металл так вообще придает меху ощущение элитности и массы. Из минусов могу назвать только сам процесс трансформации. Нет, ничего сложного в нем не было. Но из-за повышенной жесткости сочленений и суставов собрать робота потом обратно в танк оказалось немного сложновато. Можно сказать, пришлось заняться так называемым массажем пластика, чтобы свести все пластины воедино. Но зато внешний вид у него просто отпадный. Интересно, мне одной кажется, что внешне он очень напоминает роботов-боксеров из фильма «Живая сталь». Кстати, у него открывается лицевой щиток, под которым есть большая синяя блямба, напоминающая камеру. И она, кстати, тоже светится. А вот реальный прожектор на крыше башни почему-то просто покрашен желтым цветом и светиться явно не собирается. А вот с подвижностью тут не все так просто. С одной стороны, почти все суставы с трещотками и очень жесткие. Так что в форме робота наш металл слаг может держать почти любые позы. И даже на одну ногу робот может встать без проблем. Однако на одно колено у него уже сесть не получится. Так как эта самая жесткость сильно ограничила возможный увы сгиба суставов. Да, и из-за необходимости трансформироваться, сочленения в коленках не двойные. И максимум, на что они способны, это согнуться на 90 градусов. Вторая проблема – это ступни. У них очень низкий угол наклона, что в очень агрессивных позах не позволяет поставить фигурку на полную стопу. Крутым позам это, конечно, не мешает. Но побалансировать при позиционировании немного придется. Итак, подводим итоги. Если вам нравится серия игр Метр Слаг, то эта фигурка просто создана для вас. В принципе, ее даже не нужно трансформировать, ибо танк и так просто шикарен. Если же вы любите дизайнерских роботов, то опять же, шикарный мех с кучей металла и возможностью трансформироваться не должен оставить вас равнодушным. На этом, в общем-то, все. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока и до новых встреч на моем канале. И не забывайте подписаться. Впереди еще много интересного. Субтитры подогнал «Симон»!